Привет, ребята! Хочу вам сказать, ну, поговорить с вами и вообще вам рассказать о американских механиках. Будем так говорить. Механики в Америке. Не знаю, как хотите, называется. В общем, фишка началась с того, что я увидел одного русскоговорящего американского блогера, то, что он пытался покрасить машину на улицу. Его там, по-моему, конкретно кинули, то есть там покрасили не тот цвет, непонятно как, какие-то испанцы. Я вообще не сторонник этого, я попадался сам на такие вещи, потому что мы пытаемся, как эмигранты, сэкономить деньги, чтобы нам что-то лучшего купить себе потом, но эта экономия потом выходит, опять же, в другие деньги, чтобы это исправить. Вот. Я попался на этом давным-давно, когда у меня была 335-я. Ко мне подошел чувак и говорит, что типа за 60 баксов он мне задний бампер покрасит. У меня там были маленькие скулы. Покрасит в тот же цвет и будет все супер. Да, он действительно покрасил в тот же цвет, но даже не то, что он покрасил, он даже пошкурил, то есть как бы краска легла, но потом, через какое-то время она начала отклеиваться. То есть получается я потерял 60 долларов. Это называется хаслой. То есть люди так зарабатывают деньги. Обычно это люди, которые, им нечего просто делать, они на сигареты, на пиво и на наркотики, все такое. Ну так вот, суть не в этом. Вы приехали в Америку, вам нужен механик. Куда пойти? К русским или к американцам? Или к дилеру? Все зависит от того, какая у вас машина. Если у вас новая машина, вы взяли ее в ЛИС, то да, конечно, вам даже не надо париться. Вы будете ездить к дилеру, сам все будет оплачиваться. Если вы купили БУ, ездить к дилеру, это 125 долларов в час только работа, не считая запчасти. Я не знаю, в России, наверное, насколько я понял, что работа не так сильно ценится и оплачивается. То есть запчасти дорогие, а работы нет. Здесь оно и так, и так одинаково. То есть работаешь, говорю, 125 долларов у дилера, 125-135 долларов в час вы будете платить. Как с добрым утром, это не включая запчасти. И дилер, он будет работать не спеша. То есть, допустим, то, что можно поставить за час, дилер это будет делать полтора-два. То есть дилер вы сами поймете, стоит ли идти или нет. Если даже один раз сходите, просто поменять масло. Теперь, куда идти, к русским или к американцам? Честно вам сказать, наебывают все. И русские, и американцы. Американцы вас могут наебать, допустим, так как они поймут, что вы не так хорошо знаете английский язык. Вы можете друг друга не понять, неправильно объяснить или там что-то такое. И потом получатся непонятки. Соответственно, вы будете считать, что бля, он меня отебал. Или там, он меня кинул. Извините за мат. Но как бы да, это так. Это бывает. Это жизнь. Учите английский. Я уже говорил, что надо учить английский приехать сюда. Что еще? Да. То есть, есть хорошие люди и там, и там. И плохие тоже. Поэтому, идти либо к русским, либо американцам решать вам. Мой совет, честно. Найдите, погуглайте, то есть, где вы живете, там, в вашем эре, где вы будете жить. Там, Бруклин, Стэтн-Айланд, Квинс, Ланхэттен. Найдите механиков, которые уже как бы люди ходили и им дали какой-то... Отклик на них. То есть, написали в интернете на них какое-то ревью. И сказали, как они работают, плохо или хорошо. У меня есть три механика, три шапа. Куда я действительно езжу. В один я езжу очень часто. Они все в Бруклинне находятся, хотя я живу в Стэтн-Айланде. И они... Все три русские. Они ремонтируют, в принципе, все. Один даже шап специализируется на покраске, кузове и все остальное. Но я к ним езжу, наверное, чаще всего не из-за того, что я бью машину, а из-за того, что просто там хорошие механики. И они как бы действительно делают правильное дело. То есть, я... У меня три машины. Мустанг новый уже там пару раз побывал, потому что мне надо было кое-что поставить. То, что я сам не смог. Хотя обычно я сам работаю с этой машиной. Импала у меня там часто тоже бывала. Тоже два раза она бывала. Один раз надо было менять. Помпу водяную. Ну и Мерседес. Ну, в общем, фишка не в том, что вы туда повезете, а факт, что им, как это все сделают. Во-первых, почему я вожу к русским? Потому что, как бы, именно к этим ребятам я объясню. И, может быть, вы даже, наверное, из-за этого и поймете, что... Почему? Потому что, во-первых, цена. То есть, допустим, 80 или там 65 долларов в час платить, нежели 125. То есть, сами видите, уже разница есть. Во-первых, во-вторых, как бы, русские... Все-таки народ уже такой более адаптированный к работе. И не будет делать все по книге. То есть, если вы едете к дилеру, там все будет, типа, как говорится, по книге. То есть, один шаг, потом другой шаг. Все расписано. У русских он нашел проблему. Он говорит, слушай, у тебя вот такая проблема. У тебя есть два варианта. То есть, вот один А, вот другой Б. Вот это столько стоит, это столько стоит. Сам выбирай. Вот, что мне это нравится. Американцы, как бы, они не будут париться особо по этому поводу. Они есть такие люди тоже. Опять же, я не буду под всех, под одну гребенку грести. Но, как бы, это так. То есть, американцы, они, типа, вот это сломалось. Вот это запчасть, ее надо заменить. Вот я тебе ее закажу, она стоит столько-то. Понимаете? Русские, как бы, вот здесь оно так. Русские, как бы, более проворные. Русские хотят заработать именно разными путями. Они ищут, которые подходят им и вам. Американцы же, они, вот у них есть все, вот, правильно. Вот ты можешь так сделать, или ты можешь, конечно, тоже так сделать. Но, как бы, мне кажется, все равно, все-таки русские, они более как-то игручие в этом плане. В плане того, что они тебе дают больше объема, именно больше опций. Потому что ты, как ты можешь, какой путем ты можешь пойти. Просто, да, найдите хорошего механика, который, там, я же говорю, поищите, там, по интернету, в гугл залезьте. То есть, люди пишут плюсы-минусы каждого шапа в основном. Вот. Если вам нужно будет, можете оставлять комментарии. Я вам напишу, где, куда я езжу. Именно, какие, три шапа, один даже, по-моему, 24 часа работает, если я не ошибаюсь. И все, и вы можете спокойно туда продвигаться. Поэтому, это как в «Братья-2», знаете, вот, про русский думают, что, типа, знаете, мы, русские, не обманываем друг друга. Ну, это, конечно, не так. То есть, каждый хочет заработать. Вы, как клиент, хотите сэкономить. Вот. Поэтому, надо найти золотую середину. Если человек берет мало, это не значит, что он плохо сделает. Просто, как бы, у каждого свой бизнес. Каждый ведет бизнес по-своему. Есть люди, которые, у меня есть один хороший тоже механик. Ну, почему я не так часто к нему езжу? Потому что он все время занят, он работает сам на себя. Вот. И у него очень много клиентов, как бы, я не часто попадаю к нему именно так вот, чтобы вот. То есть, ему надо делать appointment заранее. Но он некоторые вещи просто делает реально бесплатно, по-дружески. Как бы, как бизнесмен, конечно, это, наверное, не круто. Потому что он не зарабатывает. То есть, он тратит свое время и там материал, но не зарабатывает ничего. Но в то же время мне приятно. И, как бы, я вот к нему очень много людей посылаю чисто из-за этого. Потому что, я знаю, он мне сделал, как бы. Ну, приятно, он мне помог. Не взял с меня денег, так я ему лучше пошлю пару клиентов. Поэтому вы сами считайте, решайте, куда вам идти, как, каким путем. Не бойтесь идти к американцам, опять же таки. Это не значит, что они все там вас будут кидать или вы будете их понимать. Вы можете им нормально объяснить. Есть хорошие люди. Я не грибу, опять же, всех под одно русло. И говорю, что вот вы, а эти уроды, а эти нет. Просто есть люди, которые, как бы, действительно делают хорошо и делают плохо. Есть хорошо, которые делают за маленькие деньги, а есть плохо, которые делают за большие. Решать вам. Поэтому автомеханики, они, в принципе, все входят в одну и ту же школу и получают один и тот же сертификат. Просто, как бы, все зависит от того, как ведется бизнес. Удачи вам. Если что, пишите в комментариях. Буду с радостью вам помогу, куда, что и зачем. Удачи.